Дом Фёдоровых в деревне Яуши Чебоксарского района теперь охраняет танк. Его появление в небольшом населённом пункте вызвало немало разговоров. Сначала сельчане недоумевали, рассказывает Алексей Фёдоров. Однако сейчас большинство местных рады появлению боевой машины и считают её украшением деревни. На корме находятся две дымовые шашки. Они служат для наведения дымовой завесы. Здесь находится топливный бак. В нём, соответственно, находится топливо для дальних походов. Этот танк Алексей Фёдоров собрал своими руками. Помогали брат и сосед. Боевую машину сделали из снега. Правда, скульптура получилась настолько реалистичной, что издалека кажется, что это настоящий Т-34. Потрогал всё равно. Вот так, дёргал руками. Люка открыта, бусеницы ещё, башмаки эти, катки. Завода выпустят. Снежный Т-34 меньше оригинала в два раза. Его длина составляет 3 метра, ширина 1,5, высота 1,40 метра. Прежде чем приступить к его созданию, парни нашли чертежи танка в интернете. Алексей Фёдоров рассказывает. Самым сложным элементом скульптуры оказались гусеницы. Для этого были сделаны специальные формы, в которых трамбовали мокрый снег, затем вытаскивали и замерзал. Таким образом сделали 150 штук. Чтобы их соединить, приходилось просверлить каждый фрагмент гусеницы, протянуть леску. На создание гусениц ушло около месяца. Вот сам танк слепили быстрее, за 10 дней. Работать пришлось в морозы. Чтобы снег был липким, постоянно добавляли воду. Для того, чтобы добиться более качественной постройки, решили прогладить танк утюгом, чтобы краска садилась равномернее и был приятный внешний вид танка. Эту скульптуру парней побудили сделать создатели популярной онлайн-игры. Они объявили конкурс на лучшие танки снега. А в результате в Яушах появилась сезонная достопримечательность. Я с родственниками специально поднималась, чтобы здесь сфотографироваться. И не только мы. Иду на работу, тут уже люди стоят, фотографируются. И интерес объясним. Снежный танк подробно воссоздает все детали оригинала. Местные жители уверяют, посмотреть на боевую машину теперь приезжают даже из других населенных пунктов. Виктор Вавилкин, Алексей Енейкин, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.